всех приветствую вы на канале записки метро я сейчас расскажу интересный случай как работает подсознание и почему выше как там выше головы не прыгнешь да есть пословица такая как-то выше головы не прыгнешь и есть интересные пословицы они отличаются немножко немножко так отличаются что полностью противоположные отечественная пословица всем известно что нежели мы богата ни хрена начинать и западная пословица если ты живу в бедной семье то станет тем человеком с кого начнется история богатой семьи то есть создай богатую семью да и еще есть такая строчка из песни олега медведева выше нас выше нас не пускает жизнь они же мы не умеем вот как же там жизнь кого пускает история абсолютно выдуманная прочитанная где-то и она никакого отношения к реальность и вот значит были некие мужчины которые решили с помощью разных методов повзаимствовать денежные средства у банков в виде кредитов ну да и они изучили систему как банки это как они анализируют кому можно давать кому нельзя давать какие последствия после этого будут общем эти все все это было изучено и принято решение что в принципе в такой замечательной стране в которой они живут это можно сделать и в принципе ничего за это не будет при определенных условиях если там имущество никакого не записано и все остальное в общем все условия были изучены ими с точки зрения законодательства и вот в итоге не получается то есть в итоге выдаются такие программы что все таки почему-то есть запрет на деньги даже казалось бы что тут странного возьми и дальше будет хорошо нет по факту вот я смотрел на людей кто берут но при этом они никак не из взаимодействуют со своим сознанием подсознанием как как вообще эти деньги там дальше вкладывать еще что-то по факту если у человека есть запрет на деньги если считает себя недостойным хорошей жизни если он считает ну он так он так искренне конечно не считает каждый считает что он хороший что он все время живет правильно ну есть мы говорим о том что это это подсознательные программы программы жертвы программы вот то что страдать лучше чем не страдать будешь святым и все остальное чем более нищий тем более святой то что глубоко сидит и если против этого но человеку сказать он может даже подраться и даже некоторые могут и даже за это человека какого-то пытаться лишить жизни то есть для кого-то быть правым намного важнее чем быть живым либо они ради этой идеи могут другого человека даже лишать жизни настолько это глубинные сильные программы в итоге что хочу сказать что даже люди кто берут какие-то средства и кто никак не взаимодействует со своим подсознанием не чистит там всякую бяку всякие какашки не вычищает ему это как говорится деньги деньги не впрок либо как у нас говорят не в коня корм поэтому те кто мечтает о халяве что дали бы мне денег тогда бы я развернулся ох тогда бы я илона маска порвал мне бы немножко миллиардиков долларов мы бы тогда илона маска в хлам порвали ну по факту если хотя бы пару миллиончиков на руки дать и сказать по факту ну пройди вокруг дома то есть если просто по факту человеку дать деньги просто бумажки какие-то нарисованные да там какие-то а кстати они могут быть и не настоящие но по факту есть человек думает что это настоящие деньги некоторые даже не смогут их нести это будет очень неприятно то есть эксперимент такие делали просто конкретно дают людям деньги либо говорят что что это деньги это на самом деле не деньги это просто бумажки допустимо на ксероксе нафигачили с виду похожие да но ему так сказать внушили такую даю установку это деньги все и у людей там реально там трясутся ноги там подкашиваются вот не могут стоять нормально язык там заплетается по факту вот такая мистика происходит поэтому для того чтобы с радостью носить как-то котлеты до котлеты котлеты из столовой в карманах до набитые карманы котлетами то для этого готовим свое сознание очищаем подбираем слова которую употребляем в жизни отслеживаем об этом вот час и в телеграме мы с моей радой она ведет прекрасную группу обсуждаем все это как на простых примерах мы про большие глубинные вещи не говорим мы пока вот как можно верхние уровни волны которые плавают с которым мы взаимодействуем как можно на них влиять уже даже это очень и очень сильно влияет на результаты в жизни желаю всем мощнейших толстенных котлет каталетич каталетич атлетич да чтобы атлетич и котлетич чтобы у вас хватит хватало атлетизма как у нас говорят на руси поднимать бабки вот бабки лежат надо их поднимать это же сами понимаете бабки сейчас они нелегкие тяжелые тяжелые бабки они сейчас очень тяжелые вот надо их поднимать чтобы был этот энергетический атлетизм вот чтобы у всех хватало на это сил а сила какая у нас сила у нас только одна сила духа всем желаю силы духа и и и